Недавно в сообществе ютуба я сделал интересный опрос, кто на каком разрешении играет в девятнадцатом году. Результат этого опроса меня по сути не сильно-то и удивил, он был до ужаса предсказуемый, чего нельзя было сказать о комментариях под ним. Откровенно говоря, для меня это был шок. 1280 на 1024, 1024 на 768, 800 на 600, это всё соотношение 4 к 3, между прочим. В чём тут может быть проблема? У людей настолько слабые компы, что они просто не вытягивают более высокого разрешения, либо же вытягивают, но им просто нравится такая картинка, приговаривая себе. Для меня это норма, мне этого достаточно. Тем не менее, судя по опросам, большинство людей играют на разрешение Full HD, что сейчас является более чем нормой. Норма это по большей части потому, что это лишь самое доступное разрешение, особенно для тех, кто собирает компьютер с нуля, либо же покупает консоль. У консольщиков в этом плане на самом деле всё очень просто. Они покупают консоль, исходя из разрешения их телевизора, ну потому что телевизор, как правило, есть дома у каждого. Если это 4К, то, естественно, они возьмут прошку, если 1080 или ниже, то слимка, а на сдачу докупают себе игр. У ПКшника в этом плане начинается просто мастурбация мозга. Но вот, допустим, есть стартовый капитал, да, допустим, 70 тысяч рублей. Человек, если лошара, то он пойдёт в Эльдорадо и купит себе какой-нибудь комп из разряда 2 ядра, 2 гига, игровая видеокарта. Но у него там останется 10 тысяч рублей, на них он себе купит клавиатуру и мышку, говномоник на ТН-матрице. Ему это будет казаться нормой, ну потому что он лошара. Более рассудительные люди, конечно же, попытаются собрать максимально производительную сборку за те же самые деньги. Но, зачастую, как и в случае с первым субъектом, люди делают одни и те же ошибки. Остаётся малая сдача на хорошие мониторы. По итогу люди покупают откровенный шлак с разрешением HD+, или даже ниже. Про игры я вообще молчу, денег на них уже потом попросту нет. А как же торренты? Ты про них забыл? А как насчёт пойти нахуй? Про это ты не забыл? Игра это развлекательный контент, за это по-хорошему надо платить. Ну а если так вышло, что после покупки подобных девайсов у вас не хватило денег на игры более крупных студий, то, как по мне, было бы не грех поиграть в Guardians of Ember. Я почти уверен, что зайдя в неё, выйти будет уже не так просто, ведь данная игра оснащена всем, чем может похвастаться классическая MMORPG, заставляя игроков вернуться в 2000-е и пустить слезу от ностальгии, так как игра немножко напоминает Diablo. Ранее игра была с системой Pay2Play, но как только права были переданы Gameforge, она стала бесплатной с исключительно косметическим донатом. Время препровождения в этом жестоком мире найдётся всегда, более 60 подземелий, арены, крафт, домоводство и даже рыбалка. Для справки, игра более ориентирована на PvE, но никто не запрещает запустить PvP-режим на арене вместе с друзьями. Графика, конечно, звёзд с неба не хватает, но в целом для бесплатного проекта мне она зашла, а за счёт своей хорошей оптимизации может подойти даже на слабеньком ПК. Игра обладает очень расширенной кастомизацией, где после нескольких десятков минут вы сможете создать самого уникального персонажа, принадлежащего к одному из четырёх рас и шести классов, а развивая огромное древо навыков, можно создать поистине непобедимую убермашину. Кроме того, по многочисленным просьбам, в начале мая разработчики добавили русскую озвучку, которой местами, к сожалению из-за того, что игрушка огромная, машинный и даже выглядит забавно, но в скором времени в игре полностью доработают литературный дубляж. Всем же, кто заинтересован игрой Guardians of Ember, ссылка будет в описании. В 2010 году, когда мне купили мой первый ПК, мне повезло тем, что монитор тогда у меня был Full HD. Стоил он не очень дорого, около 6К, но именно тогда мне это казалось потолком, несмотря на то, что у меня стояла ТН-матрица. В то время ещё не все кампы могли в должной мере тянуть игру в 1080p, и это считалось уже каким-то откровенным буржуйством, чего не скажешь сейчас. Сейчас 1080p это стандарт, он доступный в играх, не особо режет глаз, ну, конечно, это ещё и от самого монитора зависит, и в течение 9 лет я сам постоянно сидел на таком разрешении. За это время я сменил его на вариант с чуть большим диаметром и другой матрицей, ну и потому что прошлый уже постепенно начал надёбываться. И мне это казалось нормой, до тех самых пор, пока я не съездил в офис магазина 4К-монитор. То есть мы считаем, что Full HD это уже мёртвое разрешение, на нём удовольствия нормально, современный человек не получает. После такой заявы я не на шутку прихерел, в смысле 1080p мёртвое разрешение, как оно может быть мёртвым, если подавляющий процент людей как раз на нём и играет? Я понимаю, 720p ещё как-то можно обозвать мёртвым, потому что, ну я, к примеру, уже лет 5 за ним не играю. И вот скажу на полном серьёзе, после того, как я впервые сел за 4К-монитор и поиграл там как в батлу, так и в секира, башню у меня снесло на месте. Потому что это был первый случай, когда я познал 4К-гейминг с HDR, когда я впервые увидел в игре настолько плотную картинку, она мне реально казалась живой, плюс наличие 144 Гц, что делали её более плавной. Я реально влюбился тогда в это разрешение, так как помимо того, что в игре, ты даже при простом серфинге в интернете мог получать удовольствие. Однако, насчёт 4К-мониторов, это был очень спорный момент, так как я сомневался, что мой компьютер в должной мере вытянет это разрешение, и сотрудники того магазина мне посоветовали взять хотя бы Quad HD, мол, он тоже топовый за свои деньги, но не простой офисный, а с технологией FreeSync и частотой обновления тоже 144 Гц. Короче, действительно игрового монстра. В общем, как вы, наверное, догадались, придя обратно домой, нормально сидеть вот за этим самым монитором я уже не мог, потому что сразу видел заведомо среднюю картинку, после чего у меня появилась цель, это обновить монитор. Монитор, приехав второй раз из Москвы, привёз я домой вот это чудо. И я скажу сразу, да, Моник я не покупал, мне его дали, по сути, просто так. Я мог вам соврать, сказав то, что я его купил по скидке, бэушный, там, за рекламу и что-то подобное, но нет, меня лишь попросили описать эмоции после использования подобного монитора, и всё, то есть это даже не обзор на сам монитор, а обзор на технологии, которыми он владеет. Единственное есть отличие, у меня он без HDR. Похуй, пох-похуй, вообще похуйё. И первое, что хочу сказать вот с лёту, когда я его поставил и начал играть, меня реально не покидало чувство, что, блядь, я где-то всё это уже видел, вся вот эта чёткость, плотность, пиксели, мне казалось, что я как будто опять играю при разрешении 4К, но нет, это всё Quad HD разрешение, в простонародье 1440p. Я просто на тот момент сразу вспомнил то, что в Москве монитор, за которым я тогда сидел, он был 27-дюймовый, и сейчас у меня на столе тоже 27-дюймовый. Называйте меня слепым долбоёбом, но между 4К и Quad HD разрешением, в данной ситуации, я реально не увидел разницы. Возможно, сидел бы я за мониторами чуть больше диагонали, там, не знаю, к примеру, 31 дюйм, я бы разглядел, но в этом случае нет, потому с полной уверенностью могу сказать то, что 4К гейминг на мониторе с диагональю 27 дюймов, он не нужен. По логике, чем выше разрешение, тем желательно больше должна быть и диагональ самого монитора, в противном случае разница в качестве будет просто неуловима, а вы переплатите за нихуя. Далее герцовка монитора. Напомню, у меня сейчас стоит 144 Гц. Скажу честно, раньше я толком даже и не понимал, что это такое. Была ассоциация, что картинка будет какая-то более быстрая, в плане плавности, резкости, что разница по сравнению со стандартными 60 Гц, ее там толком не будет, что это тупо маркетинг, там охуеть какая высокая разница. Я сейчас даже не беру игру в пример, просто обычное использование ПК в повседневных задачах, браузеры, программы монтажа, серфинг по порно-сайтам. Почему нет? Движение мышкой становится более плавным и отзывчивым. И просто, чтобы вы понимали, когда я одновременно пользуюсь двумя мониторами с разной герцовкой, становится реально неприятно, ты ощущаешь на втором мониторе некую заторможенность. Вы, может быть, мне скажете, что я несу какой-то бред, что вот ебать, я всю жизнь пользовался 60 Гц, у меня все устраивает, запустите хоть раз в жизни браузер на 144 Гц, вы свои же слова потом в задницу себе захотите засунуть. Окей, ну а как тогда все это работает в играх, спросите вы? А очень просто. В основном это очень полезно в скиллозависимых играх по типу контры, радуги, где порой FPS реально имеет значение. Для этого, по сути, в мониторе и установлена функция как FreeSync, ее принцип считать такой же, как у вертикальной синхронизации, она устраняет разрывы картинки, но при этом не блочит кадры, то есть в играх вертикальную синхронизацию включать не надо, теперь вообще вы про эту функцию можете просто забыть. Вообще, меня поначалу удивила одна вещь, FreeSync это технология AMD, а видюха у меня Nvidia, как это будет все работать? А очень просто, драйвер легко определяет FreeSync как G-Sync, несмотря на то, что технологии разных компаний, совместимость между ними полная. Тем не менее, у данного разрешения есть все-таки один костыль, и я дико удивился, и даже был очень сильно расстроен, когда я на него напоролся. Проблема называется PlayStation 4 Pro. Что мы поняли из этого ролика? PS4 Pro обязательно для пользователей с 4К оборудованием, желательно, если у вас 2К. Пиздит. Пиздит! Блять, скольких же людей на тот момент я кинул, сказав, что прошка подходит для Quad HD. Да, в ролике я сказал 2К, но я перепутал наименование разрешений. Короче, если ближе к сути, к PlayStation 4 Pro ни в коем случае нельзя покупать мониторы с разрешением 1440p, так как прошка попросту такого разрешения не видит. Если мы зайдем в настройки вывода картинки, там будет лишь 720p, 1080p и 4К. Если купить оборудование с разрешением, которого нет в ее списке, оно будет определять наименее доступное. В моем случае это Full HD. Из-за этого я даже в главном меню вижу небольшое мыло. Про игры я вообще молчу. Не, я не скажу, что картинка прям совсем пиздец, но все-таки глазки после такого будет немножко резать. Возможно, в будущее можно будет как-то к этому привыкнуть, но нахера, как говорится, привыкать к костылям. Поэтому имейте в виду для PlayStation Pro либо 1080p, либо 4К. Возможно, сейчас будет самый такой интересующий вас вопрос, стоит ли вам переходить на разрешение Quad HD, если до этого у вас был Full HD монитор. И много ли FPS вы потеряете в играх ради более плотной картинки? Конечно, да, FPS при таком разрешении вы немножко потеряете. FPS, может быть, упадет максимум кадров на 10. В моем же случае мне повезло куда больше. Того же Ассасина я проходил вот на ультрах при 30-ти залочных кадрах. Ну, блядь, я ж консоль еб, мы не боимся 30-ти кадров. И после смены Моника производительность и качество графики остались у меня нетронутыми. А картинка из-за этого преобразилась как будто в два раза. В Секиро я ранее играл на ультрах при 60-ти кадрах, и я был уверен, что после смены Монитора мне придется спуститься до высоких, но нет, у меня все осталось прежнее. Конкретно тот Монитор, который мне дали, он подарил мне новые эмоции. И побудил некоторые игры пройти еще раз. Именно поэтому ролика не было почти 10 дней, так как я с игр на днях просто не вылазил. Я еще раз повторю, это не обзор на Монитор. Моей задачей было лишь рассказать, чем отличается офисное решение от действительно игрового. Да, конечно, я по-любому оставлю ссылку в описании на именно этот Монитор, чтобы меня просто ВКонтакте потом не заебал. Или вы же себе можете взять абсолютно любой, который приглянется вам. Я лишь объяснил, в чем их разница, и почему на это стоит перейти. И почему оно стоит своих денег. Монитор, который вы мне когда-то подарили, я в любом случае оставлю. Я им буду пользоваться как во время монтажа, так и во время стриминга, потому что такие вещи для меня это все-таки память. Если вы не верите в то, что говорю я, вы можете сами прийти в магазин 4К Монитор. У них там есть демо-зона, и вы сможете бесплатно все протестировать, если до этого вы не были уверены, нужны ли вам перемены в плане монитора или нет. Потому что решать-то все равно вам. Я лишь выразил свое мнение. Не более.